Здравствуйте! Мы продолжаем наш курс видео лекций по семинару «Некоторые математические вопросы теоретической физики». Курс этот поддержан фондом развития теоретической и математической физики BASIS, а инспирирован всеми нашим любимым вирусом COVID-19. Сегодня будет лекция номер 14 и пятая лекция, которую мы проводим в лектории МГУ teach-in. В прошлый раз мы выяснили, что такое преобразование Fourier обобщенных функций и вычислили некоторые Fourier образы самых главных наших базовых обобщенных функций, а именно Fourier образ дельты – это единица. Соответственно, Fourier образ единицы – это 2π дельта, ну как функция от К. 2π дельта от К. Так, Fourier образ функции Heaviside как функция от К. Это и на К плюс П дельта от К. Или, что то же самое, если вынести за скобку И, то будет К минус И0. Так, проверяем. Плюс И, плюс И0. Ну, соответственно, Fourier образ обратное Heaviside от К – это минус И, К минус И0. Так, ну, также мы вычисляли с помощью вот этих двух. Мы вычислили Fourier образ единицы на Х, обобщенной функции, понимаемой в смысле главного значения по К. И она равнялась и π сигнам от К, как функция К. Все это. Сигнам от К. Вот. Теперь, вспомнив базовые свойства Fourier преобразований, которые, опять же, были в прошлый раз, мы к ним еще можем добавить следующие. Эти свойства для основных функций. Для основных функций. Я напомню, что Fourier образ четной функции, значит, четной по Х, как функция от К, это четная функция от К. Ну, и, соответственно, нечетной, то же самое, нечетной, нечетной. Кроме того, допустим, функция, которая преобразовывается, она действительно значенная. Тогда, если она четная, то давайте выведем это. Значит, кроме того, что она действительно значена, она четная. То есть, f от минус Х равняется f от Х. Тогда, да, и то, что она действительно значная, f сопряженная от Х равняется f от Х. Вот эти два условия. Из этого следует, что, давайте возьмем преобразование фурии этой функции, f от Х, как функция от К. Это интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, f от Х, экспонента и КХ, ДХ. Так, и теперь это по определению, у нас, точнее, по определению, а по обозначению f с тильдой от К. Теперь давайте возьмем сопряженную ей, вычислим f, сопряженная f с тильдой. Давайте я сначала напишу тильду от К, а потом возьмем от всего этого сопряженность. сопрягаем, спрягаем этот интеграл, получаем интеграл от минус бесконечности до плюс, f сопряженная от Х, экспонента минус и КХ, ДХ. Теперь действуем, теперь используем свойство 2, заменяем f сопряженная на f несопряженная, экспонента и КХ, минус и КХ, ДХ. Теперь, теперь меняем переменная, вместо минус и КХ будет у нас Х штрих какая-нибудь. Получаем интеграл от минус бесконечности до бесконечности, f от минус и КХ, экспонента и КХ, ДХ. Ну, штрихи здесь я уже убрал, поскольку у нас Х штрих переменной интегрирования. Я ее заменил обратно на Х. Теперь, по свойству номер 1, мы заменяем f от минус и КХ на f от Х, и получаем интеграл, идентичный f от х, экспонент и КХ, ДХ, что есть f стиль Д от К. Таким образом, мы выяснили, что добавление второго свойства действительно значности к первому свойству четности к первому свойству четности приводит к тому, что у нас f стильдой сопряженная, вот мы ее начинали вычислять, равняется самой f стильдой. Иными словами, f стильдой тоже действительно значная функция аргумента К. для любого К. Дальше, теперь то же самое свойство действительно значности добавим к нечетной функции. Давайте я вместо рисования всех этих же формул просто введу коррекцию. Значит, f от минус Х это и минус f от Х, а это то же самое. Тогда определение как было, так и есть, а сопряженная будет, эта формула остается на месте, давайте я галочку буду ставить. Это формула остается на месте, здесь мы использовали действительно значность f, здесь мы меняли переменную интегрирование, то же самое получается, и наконец здесь мы использовали четность, а в данном случае будет использована нечетность функции f, поэтому здесь добавится минус и в итоговой формуле добавится минус. Таким образом, для нечетной, для нечетной функции у нас ее фурие f с тильдой сопряженная от К равняется минус f с тильдой от К. Таким образом, что это означает? Это означает, что функция f с тильдой от К чисто мнимая. Это важно, если вдруг у вас в конкретном случае, который вы будете рассматривать, получилось что-то другое, значит где-то вкралась ошибка. Ну и наконец, свойство двойного повторного преобразования, прямого преобразования фурие заключается в том, что, допустим, мы взяли функцию f от х и подействовали на нее прямым преобразованием фурие. Это опять все для основных функций. Итак, была функция f от х, мы подействовали прямым фурие, получили функцию f с тильдой от К. Мы знаем, что если подействовать обратным преобразованием фурие, то будет в точности функция f от х. Теперь вопрос, а что если вместо обратного к функции f от К, теперь уже обозначим ее без всяких тильд какой-нибудь g от К, по определению. что если этой функции f от К применить прямое преобразование фурие, ну, например, к переменной y. А, ну, какой-то переменной y, то есть будет g с тильдой от y. И потом в полученной функции от y заменить y на x. То есть, применительно к исходной паре аргументов x и k мы получаем, как бы, схему f от x, прямое преобразование фурие, f с тильдой от k, и потом еще раз прямое, f с тильдой, все с тильдой, и в конце заменяем аргумент на x. Вот такая схема. Давайте в явном виде проделаем это. По определению, f с тильдой от k это интеграл экспонента и к x f от x до x. Так, теперь мы к этой функции делаем прямое преобразование фурие к переменной y. Получаем, значит, прямое преобразование фурие функции f от k как функции y. Это интеграл, это же самая функция экспонента и к y, dk. Все пределы интегрирования по r. Подставляем теперь сюда вот этот интеграл. Получаем интеграл двойной экспонента и к y, dk, экспонента и к x, f от x, dk. И, разумеется, интегрируем по тому, почему можно проинтегрировать, а именно по dk. Получается 2π дельта от суммы x плюс y под интегралом. Дельта от x плюс y, f от x, dk. Да, f от x, dk, получаем, конечно же, 2π функцию, исходную от минус y. Ну и в конце мы должны заменить и y на x. Заменяем, получаем 2π f от минус x. Таким образом, повторное преобразование Fourier ff функции f от x нам дает 2π f от минус x. Итак, мы должны умножить на 2π и отразить координаты. Теперь самое главное, то, что все эти свойства, которые были для обычных функций, они остаются справедливыми и для основных функций, в том смысле преобразования Fourier, которое давалось и которое основано на равенстве Парсивале. Исходя из этого, мы можем сразу же смело записать функции преобразования Fourier обобщенных функций, которые получаются простыми преобразованиями из исходных. Ну, например, у нас было свойство, что преобразование Fourier, производный f' от x, как функция от k, сводится к умножению на минус и k преобразования Fourier функции f от x. В общем, f с тильдой от k. Ну и действуя на конечный полином от производных, мы получаем то же самое, значит, Fourier образ. На некоторый полином от дифференциальных операторов d, функции f подействуем на функцию f от x как функция от k. Это не что иное, как полином, тот же самый полином, где вместо всех дифференциальных операторов мы вставляем минус и k от k и t. Сейчас я пишу для функции нескольких переменных. И умноженное на функцию, на Fourier образ функции f. Ну, конечно же, мы можем сразу же проверить. Ну, например, подействуем вот этой формулой на это тождество. Мы получаем, мы получаем Fourier образ от дельты, от x. Да, мы получаем Fourier образ от дельты. Это минус i на вот эту формулу. Формулу на i на k, то есть минус и k, извиняюсь, на вот эту формулу, дельта от k. Что мы получаем? Получаем в первом слагаемом единицу, а во втором слагаемом получаем минус и π k дельта от k. Поскольку у нас есть тождество, то, что это равно нулю, то все Fourier равно единице. Ну, мы это и так знаем. Это я просто был простой чекинг. Теперь давайте более нетривиальные случаи. Да, соответственно, теперь дифференцируем дельта функцию m раз, скажем, дельта m от x. И берем в Fourier этого всего как функцию от k. Таким образом, мы должны, опять же, минус и k все в степени m подействовать умножить на единицу. Так, это автоматом следует. Ну, и можно рассмотреть, опять же, отдельно случаи четные и нечетные. Мы знаем, что четные производные от дельты – это четные функции, поэтому их, четные функции x, поэтому их Fourier по свойству, которое мы выводили, должны быть строго действительно значены. Ну, давайте проверим. Итак, m равняется 2l. Получаем Fourier дельта 2l от x, как функция от k. Это минус в степени 2l – это единица. значит, l у нас будет натуральная или 0. И в степени 2l – это минус единица в степени l. И, наконец, k в степени 2l. Получаем минус единица в степени l, k в степени 2l. То есть, действительно, 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 значит. Теперь возьмем, m равняется 2l плюс 1, где, опять же, l от 0 до 1, от 0 и дальше. Получаем дельта 2l плюс 1 от x функция от k. Это минус минус единица в степени 2l плюс 1. То есть, это просто минус. Дальше i в степени 2l на i и на k в общей степени. Получаем минус единица в степени l и k в степени 2l плюс 1. Как мы уже поняли, эта функция чисто мнимая. Так. Ну, соответственно, теперь давайте дифференцировать вот это равенство. Давайте дифференцировать это равенство. Если продифференцировать единица на x n минус 1 раз значит, фурия. Дифференцируем левую часть, получаем минус единица в степени n минус 1 умножить на n минус 1 факториал и на x в степени n. А правая часть у нас должна умножиться на минус и k в степени n минус 1 на все то, что и было и пи сигнум от k. Получается и в степени n минус 1 в степени n минус 1 к в степени n минус 1 с сигнумом k. Ну, например, если если n равно 2 то фурия образ единица на x квадрат обобщенной функции а чему она равна как обобщенная функция мы почти проговорили. то есть ее можно представить как обобщенную функцию x минус в общем x в степени минус 2 это то же самое что в модуле x в степени минус 2 а так такую функцию мы проходили. Она она оказывалась равной то есть по определению минус 2 интеграл от нуля до бесконечности фи от x плюс фи от минус x и минус 2 фи от нуля то есть с одной регуляризацией на x квадрат все это подействовано на тестовую функцию фи разумеется. Так и вот фурия образ этого дела по нашей формуле n равно 2 получаем минус здесь мы получаем еще один минус здесь мы получаем k на сигнум k k на сигнум k это модуль k и где-то пи еще было мною успешно забыто так вот получается пи модуль k вот такая функция опять же исходник был четный фурия тоже четная функция от k ну вот дальше мы не будем углубляться в функции которые мы не будем углубляться в фурие образы тех более интересных функций а сейчас разберем конкретное применение этого в теоретической физике а именно сейчас мы будем решать уравнение Даланбера и находить его функцию Грина в пространстве произвольной размерности уравнение Даланбера является пожалуй самым главным в теоретической физике поскольку оно стартует с электродинамики и дальше наследует функции Грина уже квантованных полей фермионных и бозонных ну мы разберем именно и основное применение то есть самая основа это именно электродинамику итак уравнение Максвелла в ковариантной форме у нас звучало так дивергенция тензора электромагнитного поля равнялось минус 4П ковариантный ток индексы ми, ни и прочие греческие средние индексы лямда, ро и так далее у нас пробегают значения от нуля до от нуля до d минус 1 вот вот так будет где координата 0 индекс 0 соответствует времени а остальные от 1 до d минус 1 будут соответствовать пространственным индексам x с вектором вот такое уравнение f это антисимметризованная производная вектор потенциала подставляем подставляем сюда это определение получаем d ни d ми ани минус d ни d ни ани равняется правой части ну конечно же производные у нас коммутирует тут и мы налагаем калибровочное условие вот такое то есть четырехмерное ну четырехмерное в данном случае d мерное дивергенция вектор потенциала а у нас равняется нулю поскольку электродинамика это калибровочная теория и существует калибровочная инвариатность связанная с тем что число компонент давайте в явном виде это я напомню число компонент вектора электромагнитного поля ами оно равно просто числу индексов то есть d а число компонент напряженности f мини это у нас мат грубо говоря матрица антисимметричная матрица у нее число компонент равняется числу того что в одном треугольнике число число клеточек матрицы которая содержится в этом треугольничке ну это если у нас длина всего d то должно быть d на d минус 1 пополам проверьте ну в общем это как вы понимаете арифметическая прогрессия будет число клеточек этого треугольничка так и как вы видите с ростом d число ну давайте какую-нибудь скобочку я обозначу она будет символизировать число независимых компонент d на d минус 1 пополам и конечно же видно что как функция d такая такая квадратичная форма растет быстрее чем линейное d поэтому у нас всегда вот это число больше чем вот это при d больше или равном 4 а это и есть собственно наше наблюдаемое пространство 3 плюс 1 3 пространственных координат и одновременная таким образом у нас всегда число этих компонентов больше чем этих и существует произвол заключающийся в том что можно при разных при одном и том же вектор потенциале ами существует некий класс эквивалентности разных потенциалов разных функций f мини то есть наоборот при наоборот конечно при фиксированном при фиксированных напряженностях здесь компонент больше существует много разных функций ами ами штрих и так далее которые дают эквивалентные силовые характеристики ну например если мы к ами прибавим какую-нибудь дивергенцию скалярной функции хи всех координат давайте ами штрих и подставим это и вычислим напряженность такой функции мы получим что напряженность f мини штрих построенная по штрихованному вектор потенциалу минус наоборот равняется то же самое с первым слагаемым так а в общем все то что дает с первым слагаемым это не что иное как напряженность от него же и добав и добавка плюс д ми так д ни хи и минус наоборот д ни д ни хи поскольку у нас производные по разным координатам коммутирует вся эта скобочка равна нулю и мы получаем что напряженность штрихованного поля равна напряженности не штрихованного вот собственно что такое калибровочная инвариантность и я просто продемонстрировал в явном виде что она имеет место для любой размерности больше четырех для любой размерности пространства времени больше четырех поэтому мы всегда можем наложить одно скалярное условие ограничивающее вот этот произвол и у нас все равно останется еще много разных много разных произволов минус один ну например вот если д равно четырем да то есть это наше три плюс один пространство то число компонент вектор потенциала четыре число компонент напряженности шесть то есть больше на два поэтому одно скалярное условие уменьшает произвол на единичку и все равно он остается а при д большем четырем это разность еще больше таким образом условия лоренца а это называется калибровка лоренца мы можем наложить всегда и это нам убьет вот это слагаемое поэтому оставшееся уравнение будет квадратик ами равняется 4п на ток это уравнение Даламбера соответственно это оператор Даламбера сумма всех производных символ производный это то же самое что вот так если нас смотрит более широкая аудитория чем теорфизики и суммирование идет по всем координатам по метрике то есть если это переписывать как переписывать только с нижними индексами у дифференциалов то это я метрика Минковского то есть вот такая квадратичная форма на операторах дифференцирования ну и в декартовых координатах и времени это в явном виде вторая производная по времени минус сумма вторых производных по пространственным координатам и от единицы до d-1 индексы i g k и так далее это пробегают значения от 1 до d-1 и соответствуют только пространственным компонентам ну и опять же в декартовых координатах это просто оператор Лапласен d-1 d-1 вот таким образом мы свели наше уравнение к 4 ну не к 4 а d уравнением на каждую компоненту а вектор потенциала которая выступает некоторой скалярной функцией скажем так скалярной в кавычках то есть функции без индекса вот каждая компонента есть теперь если мы вдруг случайно вычислим функцию Грина то есть решение уравнения вот такого g дельта там от x дельта от x то тогда мы сможем записать общее решение такого уравнения точнее частное решение такого уравнения как свертку нашей функции Грина с правой частью ну и наверное все-таки неплохо бы умножить на 4 и пи так вот я хочу напомнить что можно определить функцию Грина не с дельтой правой части а например тут 4 добавить эту 4 пи тогда здесь она соответственно исчезнет в общем это мы будем следовать именно вот таким в значении и давайте решим это уравнение и так мы решаем уравнение ну давайте я напишу все-таки в явной форме аргументы значит здесь х и свертка это равняется 4 п интеграл грин от х минус х штрих ток от х штрих д дмерное от х штрих где х когда они без стрелочек это дмерные вектора значит r вот давайте решим это уравнение конечно же решать мы будем преобразованием фурия для этого я рассказывал его последние два семинара квадратик это у нас я напомню оператор де ламбера вот такая штука то есть квадратичная форма на на дифференциалах поэтому ее преобразованием фурия будет подействовано на а от х сейчас не от х а у нас теперь скалярная функция g будет g от x фурия преобразованием фурия будет минус та же самая квадратичная форма только теперь на векторах k и мы ее умножаем на фурия образ функции грина теперь она от k зависит а правая часть этого это фурия образ давайте я в явном виде напишу все-таки что доломбертиан д-мерный подействованный на скалярную функцию грина от х есть дельта д-мерная от х напоминаю что верхний индекс без скобочек это число это число компонент число координат а в скобочках когда это производство итак это равняется единице то что стоит здесь в скобочках это не что иное как четырехмерный квадрат вектора k с минусом минус k квадрат g от k равняется единице так вот такой вариант и мы его решаем ну соответственно такое уравнение мы уже почти знаем как решать это минус единица на k квадрат и плюс какая-нибудь константа альфа дельта функция от k квадрат и здесь конечно же минус итак вопрос знатокам почему когда мы решали точно такое же уравнение но лапласа мы проигнорировали второе слагаемое а теперь мы о нем неожиданно вспомнили конечно разница в том что когда у нас лаплас действовал в лаплас действовал в пространстве rn с положительной сигнатурой то есть у нас теорема пифагора локальная всюду была dx квадрат плюс dy квадрат плюс все остальные координаты в квадрате dz квадрат причем все остальные это больше и равно нуля и строго больше нуля для вектора для любого вектора x не равного нулю теперь у нас сигнатура k квадрат давайте я в явном виде нарисую собственно вот он здесь написан это k нулевое в квадрат то есть временная координата минус сумма k квадратов пространственных и тых ну и вот эту штоку можно обозначить k вектор k 0 квадрат минус k векторный в квадрате где квадрат такого вектора уже понимается в смысле положительной сигнатуры вот вот различие в том что у нас равенство нулю а дельта функция подразумевает именно это то есть мы то есть носитель давайте это все нафиг зачеркну носитель дельта функции дельта функции от k квадрат в пространстве k у нас у нас что такое у нас это все все k митые которые удовлетворяют уравнению k квадрат равно нулю k квадрат равно нулю ну а такое уравнение он в пространстве с вот с такой сигнатурой ds квадрат равняется dt квадрат минус пространственная часть ну давайте я так dr квадрат обозначу сумму всех квадратов дифференциалов пространственных в общем получается это все k которые удовлетворяют уравнению k 0 квадрат минус k векторная квадрат ну а это равно нулю а это не что иное как световой конус в пространстве k намотанный на ось k 0 k 0 ну вот так вот я его нарисовал как трехмерный конус на самом деле он d-мерный просто остальные координаты ну вот будут в этих сферах незримо сидеть иными словами носитель этой функции не 0 и мы обязаны ее учитывать ну теперь давайте теперь давайте вычислим что это такое вычислим не что это такое а вычислим фурье образ то есть нас интересует обратное фурье преобразование функции g давайте для чистоты эксперимента еще добавлю тильды чтобы понять что это было фурье преобразование итак нас теперь интересует g от x без всяких тильд единица на 2 π в степени d интеграл g с тильдой от k экспонента минус и kx где kx это дмерное скалярное произведение k на x это дмерное скалярное произведение то есть это k0 на x0 минус скалярное произведение соответствующих пространственных векторов по опять же положительной метрике так и что еще d d k вот такая формула и мы понимаем следующее что для любого альфа можно даже и комплексного у нас задает некую функцию грина поэтому мы должны наложить некие физические условия на подобную функцию грина основным физическим условием является причинность а именно то что действие которое было раньше не может являться причиной того что то точнее наоборот действие которое было позже не может являться причиной того что было раньше ну мы сейчас в явном виде то есть в явном виде это заключается в следующем что мы должны наложить условие такое что функция грина при t меньшем нуля равняется нулю что это означает более практично практично практически у нас мы когда будем вычислять соответствующий потенциал а так 4p здесь стоит g минус x минус x штрих вот это да ну и правая часть как функция x штрих d x штрих d мерная это означает что в точке наблюдения x какой-то у нее будут координаты t и x векторная да сигнал который будет сигнал то есть векторный потенциал который будет в этой точке он должен исходить от тех x которые были раньше то есть x штрих с координатами t штрих и x штрих векторная вот это t штрих в нем должно быть строго меньше чем t ну иначе вот в как бы в момент времени t штрих вот этот ток g штрих издал некоторый сигнал который потом будет в момент времени t уже восприниматься в нашей точке наблюдения ну и из этого же следует из того что у нас свертка у нас следует что t больше чем t штрих а мы решаем уравнение не относительно этой разности а мы всю эту разность называем буквой t это означает что на языке наших как раз получается что носителем функции грина должно являться ну нечто но как минимум в нем должно быть t больше нуля то есть heavy side от t должен следовать автоматом ну и соответственно этому условия грин при отрицательных t автоматом равен нулю теперь давайте посмотрим вычислим этот интеграл я параметризую д-мерный вектор k mi его нулевую компоненту будем называть частотой а пространственные так и будем вот k с вектором подставляя подставляем сюда вот это выражение вот сюда равняется я продолжаю я раскрываю все скалярные произведения д-мерные которые есть единица на 2pi d интеграл g стильды от омега k векторная соответственно вот это выражение я сейчас и напишу минус единица на омега квадрат минус k квадрат плюс альфа дельта функция того же самого так экспонента у нас раскрываю скалярное произведение в ней это минус омега т с буквой и и экспонента от плюс и k на x векторные вот так ну соответственно d омега и d d минус одномерная k векторная равняется и так я подставляю сюда то то что там было вот прежде чем я подставлю давайте вспомним наши две функции единица на x плюс и ноль и единица на x минус и ноль ну понятно что мы мы из них то есть это равняется единица на x плюс минус и пи дельта от x давайте k я сразу буду писать k причем k с квадратом k квадрат ну ка квадрат то же самое с плюсом и того мы для любого альфы которая здесь можем сопоставить некую комбинацию вот этих из и пи некие здесь коэффициенты то есть мы для любого альфа можем умножить это выражение скажем на вита 1 а второе выражение на вита 2 и сделать так чтобы сумма этих уравнений нам давала единица на k квадрат в для первого слагаемого для суммы первых слагаемых и минус и плюс альфа дельта k квадрат которая здесь стоит ну то есть нам нужно решить уравнение вита 1 плюс вита 2 равняется единице и минус и пи вита 1 минус вита 2 равняется альфа ну конечно же два уравнения относительно двух неизвестных определитель он не равен нулю то есть 1 1 1 минус 1 у нас не равняется минус 2 не равен нулю поэтому решение такого неоднородного уравнения всегда существует иными словами мы всегда можем подобрать для любой альфы вот эти два числа давайте пока подставим в такой символьной форме то есть единица на k k квадрат это омега квадрат минус k квадрат векторное там плюс минус и ноль понимая что нужное мы подберем нужное число экспоненты минус и омега t ну и на все остальное экспоненты и kx d омега d d минус 1 k вот теперь давайте рассмотрим полюсы каждого из них то есть пока это не символьное мы давайте я возьму в кавычки каковы полюсы этого выражения если мы интегрируем по частоте итак у нас действительная часть частоты имидж частоты ну давайте сразу применим теорему жордана то есть мы интегрируем именно по частоте соответственно у нас поскольку здесь минус мы должны поскольку экспонент у нас минус омега t и мы хотим чтобы у нас при t больше нуля был интеграл интеграл не 0 а при t меньше нуля интеграл 0 то понятно что для нуля мы должны замыкать его вниз вот так поэтому оба полюса этого выражения у нас должны быть внизу то есть то есть полюс равен плюс-минус модуль k а добавка мнимая должна значит полюс да а добавка мнимая должна быть ну вот это минус k минус модуль k модуль вот это плюс модуль k число модуль k и соответствующий этим числам сдвиг бесконечно малый должен идти строго вниз вот так ну не буду томить это соответствует тому что мы берем минус что здесь нужно взять в качестве альфы такая что минус и сигнум омега на ноль вот так вот такое число иными словами я в любом случае уже показал чему равны куда сместились полюсы значит это минус и ноль вот так ну все теперь осталось вычислить этот интеграл мы его вычисляем значит поскольку он против часовой он по часовой стрелке то знак будет минус так и значит это равняется единица на 2 пирь д сумма двух полюсов по значит сумма омега равняется плюс-минус модуль к минус и ноль экспонента и омега минус и омега t подставляем в каждом сюда и делить на оставшийся омега минус сейчас модуль к ну давайте я в явном виде как бы вычислю от от полюса давайте я сразу напишу от полюса омега равно плюс модуль к у нас будет экспонента минус и модуль к вместо модуля к я просто букву к буду теперь писать к делить на зачеркиваем этот полюс зачеркиваем слагаемое которое ему соответствует остается омега плюс к в котором мы омега положили плюс к так к то есть 2 к получается и плюс второе слагаемое теперь омега равно минус и к то есть подставляем сюда этот полюс значит получается плюс и к т делить на и здесь мы зачеркиваем теперь омега плюс к зачеркиваем получи остается омега минус к в котором омега равно минус к то есть минус 2к в общем все мы домучили это дело 2пи разумеется мы не забыли минус от того что контур замыкался по часовой стрелке мы не забыли и остается и к x уже векторная d d минус 1k вот все хоть какая-то стабильность получается минус мы выносим он сокращается остается и на 2пи в степени d минус 1 здесь у нас стоит просто косинус кт почему косинус синус 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 кт деленный на к и экспо и в экспоненте мы такой интеграл уже в евклидовом пространстве брали в нем вводим сферическую систему координат поэтому kx это модуль k модуль x обозначим за r косинус угла ну и тут будет стоять тут будет стоять значит экспонента и kr косинус угла и здесь будет стоять d минус одномерный элемент объема то есть это k в степени d минус 2 dk и d минус 2 мерная сфера вот ее элемент я в символной форме запишу теперь мы это интегрируем по углу по всем углам которые вот здесь сидят на сфере такой интеграл мы уже писали причем именно в упрощенной форме такой интеграл экспонента плюс минус z косинус тета по какому-нибудь d омега n по сфере с n единичной это 2pi n плюс 1 пополам функции бесселя индекса n минус 1 пополам от z и делить на z в этой же степени n минус 1 пополам n минус 1 пополам и давайте я сейчас для всех теорофизиков небольшой лайфхак сделаю уравнение про уравнение бесселя и его решение уравнение бесселя оно выглядит вот так мы решаем уравнение с одним переменным значит dx на d ну вот так x квадрат d квадрат плюс x на d плюс x квадрат минус ни квадрат все это подействованное на функцию y от x равно нулю это уравнение бесселя бесселя и решениями являются функции бесселя индексы ни вот индексы ни из них опять же наиболее важны в теорофизике индексы целого или полуцелого то есть функции бесселя целого или полуцелого индекса ну вот давайте я пример приведу что при индексе равном 1 2 функции бесселя при полуцелом индексе функции бесселя все выражаются через элементарные функции а именно функции бесселя первого рода 1 2 от z это корень из 2 на пи на z синус z так синус z теперь в общем есть также как среди тригонометрических функций есть у нас функции синус косинус экспонента плюс и там z скажем z экспонента минус и z и их тригонометрия их гиперболические аналоги синус z и косинус z ну вот аналогом этого для функции бесселя особенно для полуцелого как раз служит значит синус z для функции бесселя g это функции бесселя первого рода потом экспоненты и z если вставить это будет функция ханкеля первого рода 1 от z с тем же самым индексом 1 2 соответственно экспоненты минус и z это сопряженная к ней это будет функция ханкеля второго рода ну и функции дающие да и функции дающие вот гиперболические это модифицированные функции бесселя а именно та которая синус даст это функция еще называется инфильда 1 2 z а функция которая даст экспоненту минус z называется функцией макдональда к 1 2 от z вот и что самое приятное в них это то что у них есть формулы дифференцирования приводит к замене индекса так вот лайфхак заключается в том что все такие функции они в мат физики очень часто встречаются буквально на каждом шагу они как правило содержат следующее то что их аргумент ну например в основной функции бессерини является произведением там условного импульса какого-нибудь п на условную координату x ну там разумеется все это в единицах h равно единице так и как правило они одно из них импульс условно здесь п я его назвал как правило этих функций они умножаются или делятся на какой-нибудь аргумент в той же самой степени ну вот например здесь у нас делится на полный аргумент от z и если если ввести соответствующую функцию соответ вот такие же ну вот я их для себя со стрелочками со шляпками вверх и вниз пишу то эти обозначения они не стандартные их нет в мат-литературе но если вы дома будете преобразовывать на листочке какое-то выражение с ними гораздо проще вот сейчас скажу почему значит если шляпка вверх то соответствующая бессилевая функция умножается на аргумент в положительной степени как бы вверх а если шляпка вниз то бессилевая функция умножается на z- минус минус индекс вот и то же самое для всех остальных и оказывается что формулы дифференцирования оказываются очень простыми изменения ну например для функций именно вот для таких шляпочных функций ну например например функция g с индексом ни если ее такая по z и продифференцировать ее по аргументу то получается функция с индексом на единицу больше это равняется минус z g то с тем же самым направлением шляпки ни плюс 1 от z ну и соответственно если подействовать оператором единица на z dp dp dz с минусом в какой-нибудь любой степени mi на такую функцию z то будет та же самая функция с индексом на mi единиц больше вот так а что это значит а это значит что если у вас вот у нас было интегрирование да вот оно давайте я напишу ответ результат z у нас это в данном случае произведение k и r r это сантиметры k это обратные сантиметры k это не импульс а дальше мы будем интегрировать k а r у нас независимые переменные относительно вот этого интеграла поэтому если мы мы можем организовать дифференцирование так ну вот сейчас я в явном виде нарисую это все значит в числитель 2п d-1 в числитель вставляем 2п так n у нас это d-2 поэтому 2п d-1 пополам индекс у нас d-3 пополам от kr в знаменателе у нас стоит значит k d-3 в числителе вот от этих двух в знаменателе стоит r и k оба в степени d-3 пополам и k в степени d-3 пополам и все это интегрируем по dk вот получается один остался один интеграл и он у нас от нуля до бесконечности допустим нам мы фиксируем какую-нибудь букву d ну например 4 нас в основном интересует и дальше тогда здесь получается функция бесселя 1 вторая от kr и делить на r в степени 1 второе исходя из вот этих обозначений у нас r независимые переменные относительно k теперь допустим у нас d равно 6 d равно 6 тогда у нас получается функция бесселя с индексом 3 вторых от kr в знаменателе в знаменателе в степени 3 вторых степень k я пока не заморачиваюсь тогда мы можем представить вот то есть относительно независимой переменной r у нас функция бесселя со шляпкой шляпочной индекса 3 вторых кр поэтому мы можем ее конвертировать как первую производную ну то есть вот действие одного такого дифференциального оператора по независимой переменной r от функции бесселя шляпочной с индексом 1 вторая таким образом мы можем для всех четных все четные d мы можем свести к вычислению всего лишь одного интеграла с d равной 4 а остальное действовать оператором 1 на r с минусом dpd r ну в какой-то степени d-4 пополам на весь результат который будет для d равной 4 ну вот такой профит получается и ровно то же самое получается для ровно то же самое оператором для нечетных если мы возьмем условно d равное 3 и вычислим то все остальные с точностью до коэффициентов типа 2p там и так далее будут уже действием вот такого оператора на d минус 3 пополам на тот интеграл в котором d равное 3 ну вот действую таким самым образом давайте сначала зафиксируем d равное 4 и вычислим его и так у нас d равно 4 мы продолжаем функцию грина давайте ее сразу же индекс ред то есть ретардит то есть запаздывающая как раз она символизирует все те физические концепты которые я говорил так значит у нас и 2p в степени 3 вторых делить на 2p в кубе получается в знаменателе 2p в степени 3 вторых не знаю насколько это честно но итоговую функцию green это я точно знаю так теперь функция бесселя 1 индекс 1 2 по-моему я ее писал это корень из 2 на p так это числа теперь единица на корень из r и здесь интеграл от синуса кр синуса синус кт я конечно же успешно забыл уже умножить на синус кт бывает синус кр синус кт так дальше корень из к у нас будет в числителе и корень из корень из корень из в нем корень из к было от бесселя да вот так внутри этого веселья как раз единица на корень из к на получаем да и функцию и тета от t которая как раз которая незримой сидела здесь давайте на нее сразу же дообножим всюду чтобы не было инсинуации так в результате получаем единица на 2пи квадрат т т т т что делать с немой единицей я пока не знаю мы это потом сообразим где я ее мог забыть и интеграл синус кт от нуля до бесконечности синус КТ, синус КР, ДК. Так, что это такое? Здесь у нас стоит четная функция по переменной интегрирования К. Видно, что каждый синус нечетен, но в сумме это, то есть в произведении это четная функция. Поэтому мы можем сделать интеграл от минус бесконечности до бесконечности и поделить его пополам. Получается вот такое, от минус бесконечности до плюса. Так, и синус синуса мы преобразуем как, не знаю, где я потерял минимуму единицу, мы сейчас, я дома разберусь и на следующей лекции вам предъявлю это. Каждый синус разлагаем по экспонентам. Получаем экспонента ИКТ минус экспонента минус ИКТ, экспонента минус ИКТ, все делим на минус 4, как-то так. Не знаю почему, не спрашивайте. Ну, в смысле, это 2И, все в квадрате. Можете спрашивать. ДК. Итак, у нас получаются четыре экспоненты. Значит, Д, 16П квадрат. Потом будем проверять общее соответствие этого. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности до плюс бесконечности. Экспоненты, итак, ИКТ плюс Р, минус экспонента ИКТ минус Р, и, наконец, плюс экспонента от минус ИК плюс Т. А, Р плюс Т, извиняюсь. Р плюс Т. Все это интегрируется по ДК. Так, что это такое? Во-первых, у нас Р больше или равно нуля, нуля, поскольку у нас... Так, и единица на корень из Р, где-то я забыл вот это, да? Корень из Р. Сейчас. Сейчас, минуточку. Корень из Р была вот отсюда, и корень из Р была отсюда. То есть, это Р. Слишком много Р. Слишком много ошибок я делаю, но ничего страшного. Значит, Р больше или равно нулю за счет сферической системы координат, и Т больше или равно нулю в свете вот этого Хевисайда. Поэтому, ну, у нас здесь будут четыре дельта-функции, да? Давайте, давайте я их выпишу. Значит, два ПТТ 16, не знаю почему. Ну, потом коэффициент выпишем. Нам главная суть. Пи квадрат Р. Итак, здесь стоит дельта-функция от Т плюс Р, да? То есть, здесь стоят фурье-образы от единиц. Фурье-образы от единиц — это 2П дельта. Мы это писали в явном виде. А аргументами будут все вот эти скобочки. Минус дельта от Р минус Т, минус Дельта от Т минус Р, и плюс Дельта от минус Т минус Р. Вот. В свете того, что у нас оба Т и Р больше нуля, понятно, что вот эти две дельты не имеют носителей. Здесь полный аргумент строго меньше нуля, а здесь полный аргумент строго больше нуля. Так, значит, минус 4 вот здесь я где-то уже забыл. Вот он был минус. И получается, что две дельты у нас... В общем, получается... 2П мы сокращаем. Получается единица на 8П Р, хэвисайд от Т, и здесь получается две дельта-функции от одного и того же. Т минус Р. Ну, я напомню, что дельта-функция у нас четная функция. Итого получилось единица на 4П Р, хэвисайд от Т, дельта-функция от Т минус Р. Вот. Все. Теперь мы можем преобразовать... Давайте я под конец это сделаю. Мы можем написать в квариантной форме. А именно, вместо дельта-функции Т минус Р делить на Р, я напомню, что производная, что дельта-функция сложной функции, дельта от чего-то... В смысле, дельта от f от х. Это сумма по корням. Дельта х минус каждый корень на модуль f' в каждой точке. Ну вот, соответственно, если мы возьмем дельта от Т квадрат минус Р квадрат, у нас два корня Т равно плюс-минус Р. И как раз получится, что можно такую дельту представить как одна вторая дельта от Т квадрат минус Р квадрат. Но видно, что Р это как раз значение этой производной в каждой из этих точек. Иными словами, мы получили функцию Грина. Вот я ее сейчас здесь преобразовываю. Тета от Т делить на 2П. Там я пополам писал, наоборот удвоенная. 2П и дельта-функция от Т квадрат минус Р квадрат. А такая комбинация это не что иное, как четырехмерный вектор Х квадрат. То есть, ХМИ ХМИ это Т квадрат минус Р квадрат. Вот. Таким образом, в кавариантной форме Т квадрат на 2П дельта от Х квадрат. Ну, конечно же, такое свойство отражает общую кавариантность наших вычислений. То, что функция Грина представима именно в виде квадрата некоего Минковского вектора. И в следующей лекции мы уже остальные функции Грина разберем и покажем связь с тем, что было на предыдущих лекциях, а именно формулой дифференцирования и так далее. На этом лекция номер 14 наша закончилась. До новых встреч.